Попытки привлечь НАТО к решению вопросов связаны с затоплением на дне Балтийского моря химического оружия, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил какой-то Сергей Беляев, директор 2-го Европейского департамента МИД. С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряд западных стран Евросоюза и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и выприпасов времен Второй мировой войны, убеждены, что обсуждения такого рода вопросов должны вестись на соответствующих международных площадках. Вообще о чем он говорит? Какие площадки, какие обсуждения? Люди хотят вытащить химическое оружие, он предлагает обсуждать это с Путином. А Путин-то что сделает? Чем Путин поможет? Путин пусть в Черном море, вот он Крым забрал, рядом с Крымом затоплено сколько химического оружия советского, пусть его достанет хотя бы. О чем речь-то? Представляете? И кто мешает отыскивать и извлекать химическое оружие этим балбесам? Они же просто не будут это делать, потому что охрененных денег стоит. То есть вот сейчас мы несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуться к этой теме, непрофильные структуры вроде Совет Государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивные, но и могут привести к весьма плачевным для всей последствиям. Каким последствиям они? Что там хуже что-то сделают? Они достанут это химическое оружие, в отличие от Путинца. Их вообще просто невероятные придурки. Представьте себе, у Гитлера было 300-3000 тонн химического оружия. Ну, основной епарит, ну, там был и люизит, и что хочешь. Да? А вот, люизит, это, надо сказать, основа люизита, это мышьяк. Если основа епарита, это хлор, то основа люизита, это мышьяк. То есть, если такую бочку размоют, то просто, да, там счеты процентов под 90 мышьяка, ну, какой-то очень высокий процент, я врать не буду, но очень высокий процент мышьяка. Поэтому это, если попадет просто в воду, в мировой океан, все это уже неубиваемо. То есть, морские организмы всасывают, ну, особенно фильтрующие мышьяк, пожирают рыбы, попадают в них и так далее. То есть, это идет уже везде, убивает все, в конце концов, убивает людей. И вот, наконец, стал вопрос извлечь из Балтийского моря выброшенное химическое оружие, да. Ну, американцы с англичанами доказывали, что они там не топили химическое оружие, но вот недавно, ну, как недавно, в конце 90-х, корабль был затопленный, там обнаружен, я так понимаю, что этот старый немецкий корабль, который был загружен химическим оружием и потоплен. Да, и вот его обнаружили в конце 90-х годов, да, и, господи, рядом с островом Барнхольм его обнаружили, вот. И там действительно есть какие-то ядовитые вещества, но это не системно, то есть, там вот этот корабль есть, а больше остальное утопили в Атлантическом океане, и англичане мониторивают, знают, где эти в кораблях лежат бочки, то есть, их можно достать, потому что можно поднять эти корабли, или они находятся компактно, да, и вот у острова Барнхольм, и там в Атлантике они все компактно находятся. А вот Советский Союз поступил очень неосмотрительно с химическим оружием, да, потому что, вот, мне рассказывали люди, которые непосредственно занимались уничтожением химического оружия, я же вопросами этим занимался в России, и огромную информацию на это счет имеют. Так вот, было дано задание через каждый километр выбрасывать несколько бочек, и вот двигался караван, проезжает километр, херак там, эти бочки выкинули, дальше. Представляете, по всей Балтике вот такая фигня, то есть, там все забросано, и где их искать, там, одному богу известно. Когда говорят, все места там известны, и так далее, чего там известны, ничего неизвестно. Представляете, Балтика, Балтика неглубокая, вся заиленная, куда там эти бочки попадают, где они, и они уже все, максимальный срок нахождения их в соленой воде не мог превышать 55 лет. Это максимум, дальше все, жопа, да, они сколько находятся уже. Так что, я не знаю, что они там будут делать, но вот эти вот путинские ухлебки должны в поиск поклониться тем людям, которые решили потратить силы, средства, деньги на то, чтобы извлечь это химическое оружие. Понятно, что это балтийские страны, которые не хотят подыхать, ну, вы что там, представляете, в Балтику просачиваются отравляющие вещества в таком количестве, невообразимо, тысячи тонн. Представляете, я и говорю, 300-3000 тонн химического оружия было у Гитлера, его таким образом уничтожили. Где оно, хрен ее знает. Надо, говорит, не надо привлекать к извлечению этих бочек. Да похер, кого, хоть черта привлекайте, да. Ну, это же, это же абсолютное зло, представляете, химическое оружие лежит на дне моря, оно просачивается из этих бочек, получают соответствующее отравление рыбы, да, которые потом, ну, какие-то микроорганизмы, им питаются рыбы, потом из них делают шпроты, да, там, какие-нибудь рижские консервы, и все, и едят люди, и что будет дальше, вообще неизвестно. Спасибо, шпроты на Новый год отменяй. Нет, ну, шпроты на Новый год я, знаете, когда отменил? Лет, наверное, 15 назад. Я шпроты не ем, вообще балтийские, вообще балтийского рыбы не ем, потому что это бессмыслица какая-то. Ну, да, там есть районы, где более-менее чистая вода, да, ну, как вы это, смониторите, откуда она, эта рыба. А на русском всталит балтийский шпрот, ну, так и есть. Причем там шведы заявляют, да, что вот там есть места, где там компактно затоплено, там, мониторят, поставили всякие датчики, и они там не усматривают никакого количества, значит, отравляющих веществ. Ну, помилуй бог, если там через каждый километр выкидывали по нескольких бочек, вы все это можете промониторить. Откуда вы знаете? То, что в Балтике следы сдяв, да, сильнодействующих ядовитых веществ, это все знают, и это давно уже происходит. Это еще с 80-х годов 20-го столетия фиксируется повышенное. Ну, там, кто-то говорил, что это там заводы сбрасывают в реки, и реки вытекают в Балтику, и вот из-за этого все. Может быть, я не знаю, но может быть и по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok